Надежда Борисова – пенсионерка, которая выбирает активную жизнь, а не просмотр фильмов на диване. Подруга рассказала ей, что в Самаре по утрам проходят занятия фитнесом для людей старшего поколения. В парке 50-летие октября. Недолго думая, женщина присоединилась к группе таких же инициативных и активных. Занятия организованы в рамках реализации нацпроекта «Демография». У нас у инвалидов пенсия небольшая, и бесплатные занятия для нас – это находка. Мы очень благодарны организаторам этой программы. Спортивную группу «Надежду» привела Галина Вальтер. Тоже пенсионерка и активистка. Она помогает Самарскому обществу инвалидов. Там у женщины 200 подопечных. Говорит, важно своим примером прививать тягу к здоровому образу жизни. Мы ждем с удовольствием, когда будет понедельник и среда. И вы знаете, это как второе дыхание наше. Приходим сюда как-то сонно, отсюда идем. У нас такой подъем, у нас такая жизнеспособность, вы знаете. Занимаются женщины под чутким присмотром тренера Александры Петровой. Девушка работает с особенными детьми и пожилыми людьми. Ее профиль – адаптивная физкультура. Она разрабатывает такой комплекс упражнений, который каждой участнице подходит по здоровью. В нем нет никаких сложных элементов. Чтобы было доступно каждому из них. У нас нет каких-то силовых, мы не делаем отжиманий. Выбираем самые легкие упражнения, то, что доступно им. Неважно, любой человек, какая бы ни была у него инвалидность, может выполнять эти упражнения. Возможность бесплатно заниматься физкультурой в городских парках у пенсионеров появилась благодаря проекту «Культура движения – основа долголетия», поддержанному фондом президентских грантов. Реализует его общество инвалидов «Диана» при поддержке областных и городских властей. Этот проект стал первым победителем в 2020-м. Всех участников будут проверять медики до и после занятий. Ожидается, что в проекте примут участие более 300 человек, 60 плюс с инвалидностью. Основная цель этих занятий – это поддержать людей в пожилом возрасте, чтобы не навредить, чтобы поддержать работу сердечно-сосудистой системы, нервной системы, общее укрепление организма провести, зарядить их хорошим настроением, дать возможность дополнительно пообщаться и провести время на свежем воздухе. Занятия проходят каждый день в разных парках и скверах Самары. Расписание тренировок вы можете видеть на экране. Мария Левина, Николай Епифанов. События.